В России на Балканскую войну В итоге, как известно, так и не ясно, что наш президент говорил, что имел в виду, но известно точно. Ракеты никто никуда не двигал. И в Сербию ни в какие союзы никто принимать не спешит. Таким образом, все наше возмущение в основном устрашение ради и само удовлетворение для. В этом плане, при всей патриотичности позывов, левая оппозиция недалеко ушла по сравнению со своими идеологическими противниками. Даже митинг в поддержку Югославии левые на этой неделе постарались превратить в митинг в поддержку импичмента президента. Это уже стало фирменным приемом коммунистов. Колонны с красными знаменами появляются на любом массовом мероприятии. Кто бы его ни организовывал и чему бы оно ни было посвящено. 8 марта превращается в марш пустых кастрюлек. Акция протеста, организованная профсоюзами, превращается в митингом партии. Как только профсоюзные боссы уходят с рибуны, на их место становятся лидеры КПРФ. На этот раз коммунисты заранее предупредили, что придут на митинг в поддержку Югославии, которая организовала движение Отечества. Через час после начала митинга на Васильевском спуске остались только красные знамена. Вообще, вместо заявленных 20 тысяч человек пришло около двух тысяч. Милиционеров было явно больше. Власти отлично понимали, что с поддержки сербов левые ораторы перейдут на антинародный режим и возможные эксцессы. К счастью, все обошлось. Досталось в основном блоку НАТО. Но депутат от КПРФ Александр Куваев все равно не мог не воспользоваться моментом для атаки на президентов и нынешнего, и предыдущего. Нам необходимо указать главных виновников развернувшейся трагедии на Балканах. Она здесь, в Москве. Это управляемые из-за океана генсеки партии «Измены». Горбачев и Ельцин, которые предали страну, предали народ, разрушили великую державу, которая всегда была гарантом мира и стабильности на планете. Когда история с импичментом только начиналась, казалось, что это всего лишь демонстрация непримиримости и страховка от распуска Думы. Война в Югославии и внутренняя война вокруг, в буквальном смысле фигуры Юрия Скуратова, превратили политическую ситуацию в перманентную истерию. На этом фоне импичмент из рекламной кампании превратился в серьезную проблему. На минувшей неделе обстановка в парламенте была наколена до предела. Большинство фракций уже определили свои позиции перед решающим голосованием. «Я лично буду голосовать и вся наша фракция за отрешение президента Ельцина от должности. Я думаю, если проголосуют Государственные думы, то для нашего народа будет праздник, как 9 мая, день освобождения от немецких фашистских захватчиков, день победы над Германией». Пока еще решение окончательно не принято. У нас порядок такой, что дискуссия ведется до последнего момента. Главное решение принимает Жириновский. Мы считаем импичмент, а иначе говоря, выдвижение обвинений президенту абсолютно правовой процедурой. Мы исходим из того, что эта процедура касается только юридических аспектов. И фракция приняла решение выдвигать обвинение президента по вопросу о войне в Чечне. Это решение солидарное, и вся наша фракция будет поддерживать выдвижение этого обвинения. Сторонникам Геннадия Зюганова не удалось добиться решения об открытом голосовании. В результате возрос риск, что значительная часть левых депутатов дрогнет и тайком проголосует против. В прошлый раз, когда шло голосование о начале процедуры импичмента, перебежчики были. На этот раз их загодя обрабатывали и выставляли у подъезда в пикеты. Ну я не знаю, понимаете, но я знаю, что пикеты есть. Все было готово для генерального наступления 15 апреля. Но в минувшую пятницу президент спутал коммунистам все карты. Заявления о возможном принятии Югославии в Союз России и Белоруссии и о перенацеливании ракет вызвали недоумение в Брюсселе и ажиотаж в Госдуме. Наверняка натовцы все же поняли, что воинственные заявления были сделаны для внутреннего рынка. Теперь левым было явно не с руки требовать от решения президента, который выступает с близких им позиций. Но в Кремле не обольщаются по поводу временного отступления коммунистов. Ясно, что подобные мнимые уступки будут происходить только тогда, когда Ельцин будет играть на поле левой оппозиции. Голосование по импичменту только перенесено. В понедельник депутаты решат, на какой срок. Импичмент припасли для шантажа власти. Это что-то вроде компромата, который может в любой момент быть впущен в ход. Впрочем, существует и другая, более экстравагантная версия. По информации наших источников в Госдуме, коммунисты еще в середине недели стали подумывать об отступлении и вовсе не стремились к открытому голосованию. Больше того, по этой версии им не нужен импичмент. Якобы сторонники Ельцина дали понять, если процедура отрешения президента будет продолжена, то вполне возможно, что против первых вице-премьеров Маслякова и Кулика могут быть возбуждены уголовные дела, и они могут отправиться за границу и там составить кампанию Березовскому, Смоленскому и Быкову. Продолжение следует...